С вами начинаем. Значит, друзья, сегодня по итогам нашей с вами мини-встречи, которая займет, я надеюсь, минут 40 где-то примерно по опыту других офисов продаж, у нас с вами сформируется памятка по вопросным техникам относительно развивающегося ассортимента. Сейчас это касается всех, не только торговых представителей, это касается и вип-менеджеров, ну, МРП в частности, МКП в вашем офисе продаж нет, поэтому касаться это будет всех. Для того, чтобы наш с вами лист, который вы приготовили, формат А4, выглядел как памятка, которую вы могли бы носить в планшете, в поля с собой, я предлагаю сделать следующее. Сейчас я нарисую некое подобие вашего листа на доске. Предположим, что ваш лист будет выглядеть вот так. Расположите его вертикально. Мне хочется сейчас, чтобы у вас появилось в нем две колонки. Одна поменьше, другая побольше. Вот так. От руки. Это ваше творчество, никто этого не увидит, никуда это отправлять не нужно, это только для вас. Поэтому как вам удобно, так и делайте. И давайте создадим некую строку-заголовка. Отлично. Первый столбец мы с вами назовем, собственно говоря, вопросы. Я это обозначу просто тремя вопросительными знаками. Здесь мы будем говорить о типах вопросов, здесь мы будем говорить о цепочках вопросов. В общем, вот все в номинативном порядке будет в левой колонке. А в правой колонке я вам, я вам правую колонку предлагаю назвать словом «примеры». Это живые вопросы, которые оправдали себя в полях, которые мы пробовали с некоторыми из вас на сегменте сегодня, и попробуем с некоторыми, опять же, из вас на сегменте завтра. Вопросы и примеры. Давайте разделим нашу с вами таблицу сейчас на два блока. В первом блоке мы поговорим просто о типах вопросов. Просто их вспомним. Я уверен, что все вы их знаете. Какие бывают вопросы? Открытые и закрытые. Так. Открытые. Оставьте вот здесь место после слова «открытые». Потом у нас с вами закрытые. Я пишу крупно, поэтому слова буду сокращать. Опять же, оставьте место после слова «закрытые». И альтернативно. И еще побольше места? Ну, примерно одинаковое количество просто после коротки. И можно провести горизонтальную черту. Потому что это первый блок, он закончится здесь. Что, Сергей? Сколько блоков? Два. Кто бы так сказать, троиспланировали? На, ты любишься планировать заранее. Отлично. Друзья, сейчас мне хочется, чтобы мы с вами сделали следующее. Сейчас мы с вами объединимся в пары или в тройки. Вот у нас последняя тройка получится. И в парах и в тройках обсудим цели, для которых мы используем тот или иной тип вопросов. Для чего мы используем открытые вопросы? Для чего мы используем закрытые и альтернативные вопросы соответственно? Ага, я закрою сейчас даю. Задание понятно? В парах или в тройке, в одной, необходимо обсудить цели задавания тех или иных вопросов и зафиксировать их вот в этом как раз оставшемся пространстве. Задание понятно? Тогда как сидите сейчас в пары и в тройку, объединяйтесь, прямо повернитесь друг к другу, не стесняйтесь. Давайте, 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 давайте. Друг к другу, поворачивай. Винтелятор. И что, кто тройка, а кто пара? Слева мы начинаем делиться. Пара, пара и тройка. Алексей, надо написать, для чего? Для чего? Для чего эти вопросы используются? Мы заполняем пока левый столбец, правый не трогайте. У вас должны родиться одинаковые идеи, на пару, ну или на тройку, соответственно. Помните, что вам нужно фиксировать цели, да, не просто обсуждать, но и записывать. Так, друзья, давайте быстренько экспорт, да? Открытые вопросы, да? Это вопросы, которые начинаются с вопросительного слова. Что? Какой? Как часто? Каким образом? Зачем? Почему? И так далее. Открытые вопросы требуют развернутого ответа. Не просто да, нет, не знаю, пошел нафиг. Просто не вот это. Развернутый. А развернутый. Закрытые вопросы, которые подразумевают ответ «да» или «нет». Альтернативные вопросы предлагают выбор «или», «или». Закрытые вопросы. Вы же, ты хочешь грушу или яблоко, да? То есть, уточнить, и достоверить на самом деле, это так. Итак, ваша задача понять, для чего мы будем с вами использовать тот или иной тип вопроса. Да. Ну, то есть, получить конкретный, что-то есть. То есть, если вы тут развернули, то есть, то есть, закрытые для того, чтобы получить конкретный, что-то потребляемый. Почему сейчас? Скажите, у меня этот тест был, значит, через месяц тоже есть. Слушай, здесь свежий надо, но не будет, здесь не страшно. Да, надо, надо. Месяц он действует. Сейчас. Ну, интернетивный, почему выявляем информацию, получение средних. Да. Да. Жизнь, да. 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 Это, это вот. Очень наводящий. Летний, который дает, где-то. Да. Получается. Да. То есть, наверно, то, что это было, то есть, то есть, что это было. Законевание разъяснитое ощущение, что его вынимают, да. Причисия, капитируем. Ускорение, я, например, locally не ставят. Устальные. Да. Ученик-ворон коллабористом, может быть, может быть, он должен тем, чтобы будет, оцениться, чтобы сделать предназначение, чтобы создать предназначение выносить. Сейчас назначат. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Если вы будете задавать закрытые вопросы Подводя партнера К какому-то решению Он может сказать вам нет Тупо из принципа Не потому что ваше предложение плохое А потому что вы лишили его Привычного ему права выбора Потому что он работает в своей компании На должности директора И это он принимает решение А тут вы за него пришли с закрытыми вопросами И к синим лоткам привели А он может сказать нет А синий его любимый цвет И лотки классные А он скажет нет Потому что это вы его привели А не он сам принял решение Поэтому альтернативные вопросы Сделайте себе пометочку друзья Используем стопами Чем выше должность Тем больше права выбора Вы должны предоставлять партнеру Но если вы предоставляете это право выбора Будьте готовы выполнять оба варианта Потому что вы не знаете чем выберет Вы должны быть готовы выполнять Отлично Спасибо Первая часть выполнена Мы с вами поняли Для чего мы используем те или иные вопросы Осталось заполнить только правый столбец Сейчас мы с вами объединимся в парой и тройке Несколько по другому Просто начнем объединение справа Соответственно Светлана и Дарья Пара Сергей 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 Илья Дельфин и русалка И соответственно у нас остается тройка Друзья повернитесь друг к другу прямо сейчас И наша с вами задача будет набросать по два примера На каждый из типов вопросов Вы думаете только про развивающийся ассортимент При этом я вас даже еще больше ограничу Вы и так про него всегда думаете Открытые вопросы мы формируем про расходный материал Я прямо обозначу вам направление Рынок Закрытые вопросы Ход с товара Ну и соответственно альтернативные вопросы Вопросы продуктов и питания Таким образом все три ТРа мы взяли И пожалуйста по два примера на каждый В паре обсуждайте У вас в паре или в тройке примеры одинаковые Пожалуйста Три минутки у вас есть на это Примеры пожалуйста фиксируйте Таким образом у вас проходят Печатающиеся заправляющие Как часто заправляют Как часто заправляют Ой Слышу Обсуждайте Не молчите Предлагайте вариант Это ключ к успеху Ход с товаром Закрытые вопросы По хосту Ход с товаром Сейчас вы считаете Ход с товаром Хотя бы один из закрытых вопросов Пожалуйста подумайте Вот с фразой Если я вас правильно понял Это самый удачный прием Вы очень нуждаетесь в хозяйственном товаре Судя по запаху в вашем офисе Вы очень нуждаетесь сейчас в хозяйственном товаре А что вы вообще здесь не будете Давно до них убирались Восемь Если я вас правильно поняла Именно вы отвечаете за Друзья, чей телефон возьмите Это может быть важно Тепловая энергия преобразуется в электрическую И там уже гриль, шашлык, маршлык Все дела В машине у меня уже Нет У нас ассортиментика Нет Давайте знаете как делаем Отгрузим наш товар И я даже прошу создание документов Нет Сначала мы создадим с вами документы Вы как всегда мне товар не подпишите И я отправлю на нашу И там будем Каким у вас открытым вопросом Должны быть два По закрытым хост-товарам ХЗ Чему из них ХЗ-то называется? ХЗ Хост-товар Поехали! Вы поедете? Кто? ОПФ Ну прямой поедет восемь только 2 600 к нам пришлют И мы 2 600 сами туда поведем По времени позже? Нет, по времени чуть попозже Скажи, в 9,5 десятого максимум Потому что это Если бы напрямую все пошел, тогда 8 Мы не успеем просто Давай я тебе дам номер телефона Давай А ты видишь, мы можем только начнем Только возбуждайтесь Общайтесь, друзья Делитесь мыслями Да Если это ключ просто не разрушает Чай черный Телефон все равно, да? Телефон Ваши сотрудники больше предпочитают чай или кофе Все, спасибо Мы заказ включаем Трайкизинцев Чай Или больше даже компаний Чай Как успехи, друзья? На какой стадии все происходит? Еще две минутки Еще две минутки Друзья, не обязательно логически связывать вопросы Мы пока просто примеры пишем Логические цепочки Это вот где дальше будут цепочки Это там прям отдельно А сейчас пока просто Которые применимы в полях Которые применимы в полях Таких полючек бумажных Тростниковый он это хотит Да, нету Вы хотите сразу купить у нас на десять тысяч чая? Ну вот, пока я занята А вы капитание Раз на год заточите? Как освобождите? Идите каждый месяц Получилось, друзья мои По два примера По два примера Давайте тогда начнем делиться нашими идеями И в конечном итоге У нас с вами получатся Качественные примеры каждого из типов вопросов Даша, Свет, присоединяйтесь к нашей дележке Примерами Давайте начнем с Данила, Марины и Евгения И начнем с открытых вопросов Это расходные материалы Один какой-нибудь пример На ваш взгляд наиболее удачный Будьте любезны Кто угодно Каким образом у вас происходит Обслуживание Каким образом у вас происходит Это то, о чем, Марин, мы с вами По-моему, говорили сегодня И Жень с тобой Это очень хороший пример На самом деле открытые вопросы Начинающиеся с как Начинающиеся с как Или каким образом Да, они наиболее эффективно работают В полях это проверено На многих торговых представителях На разных сегментах Поэтому, каким образом действительно Вы обеспечиваете, обслуживаете Ваши принтеры, отлично Спасибо Сергей и Илья Еще один пример Открытого вопроса По расходным материалам, пожалуйста Пользуетесь ли вы Оригинальными картами Или Аналогами Класс Это только альтернативный вопрос Потому что ты сейчас предлагаешь Два варианта Вы пользуетесь вот этим Или вот этим А надо открытый Открытый вопрос Должен начинаться с вопросительного слова Еще секунду Ну-ка переобувайся быстренько Тот же самый вопрос Просто переформулируй Начни его с вопросительного слова С какими картриджами вы пользуетесь Вот и все Вы пользуетесь Угу Окей Даша, Света Есть ли еще что-то отличающееся От того, что прозвучало Да Может было С какой периодичностью Вы закупаете расходный материал Угу И какие модели Да У партнера Аккуратнее Со словосочетанием Расходный материал Может неправильно это понять Ну или картриджи И так далее Для ваших принтеров Да С какой периодичностью Отлично, спасибо Сейчас Значит Илья и Сергей Сергей Наверное тебя спрошу Про закрытые вопросы Про хостовары Какие есть Какой наиболее удачный пример Вы берёшь Фиксируйте, друзья, для себя Если слышите какие-то Да Самое простое Если вот допустим Собрал информацию Предложить Могу ли я вам Отправить Или как-то Коммерческое предложение Да Могу ли я отправить Да Согласитесь ли Вы рассмотреть Какой-то Нормально Согласитесь ли Вы рассмотреть Коммерческое предложение Хороший вопрос Не закупщик Который Бумагой занимается Окей Для выхода на ЛПР Удачный Спасибо Даш Есть еще Ну да Ну вот допустим Планируете ли вы Приобрести в этом месяце Хостовары Да Вообще Вы приобретаете Да Вы вообще Да Окей Отлично И альтернативный вопрос Сейчас нам Марина Приведет Пример тройки Альтернативный вопрос Продукты питания Пожалуйста Вашей компании Предпочитают Больше чая или кофе Да Сотрудники вашей компании Пьют больше чая или кофе Нормально Альтернативный вопрос Хорошо Света Есть еще альтернативные Вопросы Вы тоже Чай или кофе Либо Вы приобретаете По безналичному Или закупаете за наличие Да То есть есть ли статья Расхода Или каждый покупатель Вот это хотим выяснить Окей Вам удобно Забирать самим Или приводить с доставкой Потому что некоторые Не хотят выезжать Да Окей Сергей Есть еще какие-то варианты Илья Ничего не занимаетесь Там чай Зеленый чай Да Чай Корк Экспресс А если Папа все таки не по ассортименту идти А то сейчас начнется Печеньки вам послаще или не послаще Сейчас понесется Круглый или квадратный Круглый или квадратный Да вот Слава подсказывает Сейчас понесет Давайте не про ассортимент Про сервисы Про перекрытия Можем сказать Да Что то есть Вы Ну там показываете В товарной накладной Или вам нужно закрыть Этот ассортимент Ну если партнер лоялен Можете перепитать за свой счет Или за счет компании Да Ну в принципе да Ок Как видим друзья На любом из товарных Я товарные рынки выбрал абсолютно случайно На любом из товарных рынков Любой из типов вопросов будет работать Именно поэтому мы переходим ко второму блоку Который назовем цепочки вопросов И мы с вами рассмотрим Три цепочки вопросов В формате так открытой дискуссии Семинарным По всем трем товарным рынкам Понятно что если Наши с вами партнеры У нас эти товарные рынки не приобретают Для нас они фактически Являются новыми партнерами По вот этим товарным рынкам Потому что они нас Как поставщика допустим Картриджей Или хозов Или еды Не знают Они всегда работают Соответственно они для нас Новые партнеры Поэтому Те цепочки вопросов Которые мы сейчас с вами составим А они будут в чем то Перекликаться по товарным рынкам Вы можете с тем же успехом И с той же эффективностью Использовать и при работе С тотально новым партнером Который у вас ничего не покупает Потенциальная база Новая дверь Чего угодно Все эти цепочки будут работать Итак Так как мы с вами говорим Все таки о цепочках Цепочка подразумевает чего Связи Между вопросами Соответственно начинать надо С наиболее общих вопросов И сужаться Воронка Вот так называем Давайте возьмем вот ТР В том порядке В котором они у меня написаны Так и напишите Цифру 1 Вот здесь можно поставить Цепочка вопросов по РМ По расходным материалам Мы сейчас говорим конкретно Конкретно про них Итак С какого вопроса обычно вы начинаете Работу с партнером По новому для этого партнера Товарному рынку Картриджи С чего начинаете Так прям пример Мы что таки И сразу закрыто вопрос На Каким образом Вы обеспечиваете Технику Картриджи Помните вопросы Начинающиеся с Как и каким образом Как и каким образом Наиболее эффективно Работаем Как и Как Мы проверим Как вы обслуживаете Вашу печатающую технику Да Вариантов масса Выберите сейчас тот Который для вас Наиболее актуален Вам ложится на язык И по цифре Один в правом столбце Пожалуйста Зафиксируйте Как вы обеспечиваете Работоспособность Ваших принтеров Как вы обслуживаете Вашу печатающую технику Каким образом Происходит у вас Обслуживание Картриджи Как 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 Каким образом Согласитесь Глупым будет ответ партнера А никак Ну бред Правильно Предположить ответ на этот вопрос Да Ну тоже Это Как Как Вот картридж Да Что если Нет А вот это Попробуйте Да Да Это же бриллиантовая рука Да Соответственно мы Чего мы этим вопросом Добиваемся той цели Которую мы себе ставили Получение максимального Количества информации Отлично Вот здесь ставим цифру 2 Второй вопрос Давайте я сейчас на секунду Побуду партнером И скажу что мы Картриджи перезаправляем Ну как часто Презаправлять Второй открытый вопрос К чему вы хотите Привести Марину Ну потому что Заправлять невыгодно Купить улучшую информацию Ну как бы Их тоже заправляют Но дорого наверное вам выходит Вот мы согласны Все с этой целью Что нам надо свернуть С перезаправки Партнера На покупку новых Картриджей Ну подводить так К этому А конечно Вас устраивает Текущее положение Вече В Челябинске Там могут быть 2 цели Да Потому что в Челябинске Есть перезаправка Картриджей Соответственно Могут быть 2 цели Мы можем либо на свою перезаправку Либо на новую Здесь без вариантов Только на новый перевод Соответственно Вот этот вопрос Который Марина предлагает сейчас Как часто Вы перезаправляете Картридж Нет Тоже Вторым вопросом Как часто Вы перезаправляете А в полях то другой вопрос задавали Поудачнее Да Может быть В плане уже экономики Сколько Будут Уходить Вы знаете Ваших основных Конкурентов Здесь по перезаправке Сколько стоит Перезаправка в городе вообще Ну примерно В среднем В среднем 250-300 Ну вот То есть Две перезаправки Это новый картридж По факту Но мы с вами сейчас не про это Вот Марин вспомните этот вопрос Может быть вы хотели бы Как-то удешевить Да нет Такого Вы не говорили в полях Я сейчас говорю Вспомните то что вы в полях говорили Вы начинали с если А если Нет А если требуется А да Я говорю А если у вас там выйдет из строя Вот Да Потому что картриджи Чего там Три-четыре перезаправки И надо уже что-то менять Барабан Фотобарабан Там я выучил новые слова Которые типа Каратрон Ракель Я знаю все эти слова Составные части картриджи Можно щеголеть Вы можете нашу компанию Рассмотреть Как поставить Это не вопрос Марина Это вы уже в презентацию сейчас А как вы поступите если Или как вы поступаете если Вот это вот Наиболее удачный Второй вопрос Вы первым вопросом Вытащили из партнера Эту перезаправку Да Партнер перезаправляет Картриджи И пока там ничего менять не надо Да он счастлив потратить 200 рублей 250-300 Не важно А как партнер поступает Если требуется ремонт Если картридж выходит из строя Очень часто на этот вопрос мы слышим Какой ответ А там же Вот где перезаправляем Вот там и обслуживаемся Да Так у вас происходит Поляк Да Вы меня поправляете Потому что Он не тогорский Я не уверен что Так происходит Да Окей отлично У нас сформировалось уже два вопроса Цифра три Ну Ну а с классической ситуацией Вы есть Вы комус Есть конкурент Какой вопрос Вы Каким вопросом Вы перетаскиваете Двумя вопросами Хотели бы решить А вы уверены что вы сможете А вдруг для него не цена важна для партнера А то что Симпатичный мальчик приходит картриджи менять Там девочка сидит На ресепшене И сам приходит Да и стена Может быть вот это важно А не цена А вы сразу удешевите Ну да спросили что важно Так спрашивайте Ну Смотри При выборе чего Поставщика Поставщика услуг там перезаправки Например Обслуживание сервиса Да Нам надо вытащить сервисы Потому что по цене мы не всегда Ну к сожалению не всегда можем вот Прям Хотя у нас дешевле По любому Ну нет же Ну вот Поэтому ценой не всегда Как только вы начинаете в цену лезть Все капец Тупик Вы потом на сервисы не вырулите Что для вас важно при выборе Поставщика услуг Вот Перезаправки Там что там Обслуживание Картриджи Поставщика и сервисы Угу Партнер скажет Что угодно он скажет Цена Качество Доставка Что угодно Какой следующий вопрос Без разницы что он скажет Вам все таки к себе его надо перетаскивать Ну да уже наверное закрытым Хотели бы вы Лучше не закрытым Лучше Не 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 Лучше если то А если мы Предложим вам Более выгодные условия Вы готовы будете? Единственное что не во всех случаях мы реально сможем эти выгодные условия предложить Что Вот как вы считаете Что ваш партнер будет отвечать на вопрос Что для вас важно при выборе поставщика услуга Вот когда вы этот вопрос зададите Чего вы услышите в этом ответ Обслуживание техники Общие Обслуживание Общий обслуживание Договор сразу заключается Туда входит и обслуживание А там прям эксклюзивный договор Прям капец Да Ну как от компании Так же надо Быстрота И позвонили Буквально через час Через два уже подъехали И сделали Да Вот у меня тоже дух вкусный Угу Угу А такое Что без него работать в принципе невозможно Качество причем часто отваливается Угу То есть неважно как Лишь бы быстро и дешевле Быстро и дешевле А он там штробит Ну как то с этим примеряется Угу Понятно Чего мы то можем здесь сделать? Да вот вы сказали А если мы предложим вам более выгодные условия Вы готовы будете? Он сказал Да готовы буду И что мы можем предложить? Если Если как бы Качество Ну да Заводские картриджи еще Ну Заводские картриджи То есть с полным С полным С полным наполнением Прошу прощения Тавтологию тонера Да? Потому что часто при перезаправке Не досыпают Есть у вас такое? Гарантия Гарантия Обмен возврат Заводское качество Чего еще? А партнеру вот быстро надо Быстро надо Как эту проблему решить С помощью наших картриджей Можем? Ну на следующий день Блин Ему через два часа Месяц шел Мегаский картридж Через два часа Ну остатки Остатки придет поддерживать Да Все таки как быстро что-то решить? Можно? А запасной картридж Предложить Два сразу Два картриджа Это четыре перезаправки Ну так Фактически Правильно? Соответственно Если мы ему предложим два картриджа Он один использует Пока покупает ждет второй Использует второй Тот выкинул Соответственно у него запасные картриджи Нет? Нельзя так? Можно предлагать сложнее Конкретную же модель Потому что Не все картриджи Одинаково дешевые Да Есть одинаково Там с аналогом разница в 300 рублей Угу Смысл Это Или вообще нет аналогов Угу То есть здесь нужно разбираться В этом тоже Да Но мы все-таки хоть какой-то способ Да? Ну понятно Да То есть смотрите друзья У нас какая цепочка сформировалась Первое Максимально общий вопрос Который подходит к любому товарному рынку Как вы Каким образом вы Что-то там делаете Второй вопрос это чего? Как вы поступаете Как вы поступаете Как вы поступаете Если происходит Вот какая-то проблемная ситуация Третий вопрос это чего? Что важно при выборе Да Четвертый вопрос это Если мы Вот так Вот Отлично Давайте сейчас на этом По расходным материалам Остановимся Потому что по расходным материалам Куча нюансов Действительно то о чем Данил говорит Абсолютно правильно Нет Аналога Аналог очень дорогой Он чуть-чуть только дешевле оригинала Ждем прихода месяц Ну и так далее Куча проблем Поэтому тут очень индивидуально все Давайте сейчас Обратим наши взгляды На следующий товарный рынок Это хостовары Поэтому в левом столбце можете Снова черту привести Два Цепочка вопросов по хостоварам Цепочка вопросов Реестр По хостоварам И в правом столбце снова цифра 1 Каким образом вы закупаете как хостовары? А если не закупают вообще клининг? Каким образом опять же у вас происходит Уборка Каким образом вы поддерживаете чистокудру Можно еще и комплиментом да это все Я вижу у вас очень чистого вида Пожалуйста как вы поддержите Можно еще и комплиментом зайти Я вижу у вас очень чистого вида Есть вот эта силиконовая губка Туфля Можно через комплимент залезть Да Туда же Как вы это делаете? Комнать Минучка Ну да Каким образом вы обеспечиваете чистоту вашу Давайте я уже уточню Второй вопрос Второй вопрос Посмотрите на предыдущую цепочку Как вы поступаете если какая то проблема случается? Здесь мы можем это адаптировать Ну например клининг она говорит У нас клининг У нас клининг Часто же такой ответ вы слышите Да Как вы парите чистоту А мы не паримся у нас клининг А вам надо следующий вопрос проблемной задать Скажите а как вы поступаете если Если что Если они не приехали Клининг же один раз утром пришла Уже в процессе работы Указа случился Клиент сильно А как вы обычно поступаете если У вас клиент очень сильно пугается например в процессе Коллега с фахмол пришел Да то есть нам нужно какую то проблему вытащить Давайте подумаем вместе Сейчас идея это правильно звучит но как это красиво вот Что бы преподнести Мне редко клининг используют Мне не интересно А какой у тебя ответ чаще Как вы поддерживаете чистоту вашего Приобретают карты У меня либо очень большие конкурсы идут Либо договоры Вот сейчас давай про конкурсы говорить не будем Во-первых во вторых мы про хозы Да не про хозы Либо подключим договор С кем? И что его разрывать нельзя что ли? Причем можно в цене не про хозы И что прям привозят классную химию бытовую? Обыкновенная 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 простейшая химия У меня же видишь идут в основном там ну такие заводы Проходы у меня нету такой знаешь какой то индивидуальный Простейшая такая говененькая химия Но по очень выгодной цене Угу Ну здесь объективный фактор я боюсь Мы ничего здесь не сможем предложить Потому что Мы договоримся уж как только подбирать Ну и знаешь у меня какое единственное Я вот Славе тоже говорила Сейчас же нам тоже как поставили развивающий ассортимент Именно разговаривать с партнером И хотя бы они чтобы мне отдали некоторые позиции Потому что если я им составляю список коммерческих Да там большая часть позиций уходит к конкурентам Но есть несколько позиций которые выгодны мои И вот просто договориться с партнером хотя бы забирать вот эту небольшую часть Ну да это вот и есть тот самый метод шейкера в конкурсах Когда мы часть позиций хотя бы выдергиваем или смешиваем Угу Окей Значит про клининг мы с вами определили да Что проблема какая может быть Что в процессе работы какой-то форс-мажор случился А как обычно поступаете если вот нужно что-то очень срочно убрать Ну что-то разбилось Что-то разбилось Ваза с цветами упала Горшок с землей Да Как вы обычно поступаете Что пишем да Да я предлагаю зафиксировать второй вопрос в качестве как проблемный Зафиксируйте его в идеале так как он вот вам ложится Угу Потому что вот это вот Такие формулировки достаточно общие Ваша индивидуальность Ваш стиль продавца должен чувствовать Не только в белой рубашке в синем галстуке да но еще и в том как вы вот говорите В том числе и по телефону Окей Вернемся к цепочке по расходникам там третий вопрос какой был Про поставщика Про поставщика Мы вытащили Вышли на конкурента Соответственно здесь тоже самое Что для вас важно при выборе поставщика Услуг если это клининг Или товаров конкретно если Не факт что цена И четвертый вопрос если то А дальше презентация на языке пользы Четвертый вопрос если то А если вы вот так то вы вот так вот будете Как это работает понятно Цепочка из четырех пока вопросов Понятно что ваши вопросы не ограничиваются Вот этими четырьмя Дальше детализирующий по ассортименту По я не знаю по счету конкурента Там могут быть вопросы Но это канва Вот такая Скелет На который все навязывается Значит В этой связи у меня к вам будет маленькое домашнее задание Ту же самую цепочку Из тех же самых четырех вопросов Но только по еде Да по продуктам питания Это нужно будет сделать дома Причем сделать до завтра Ну и включая завтра То есть завтра в течении дня тоже До пяти часов вечера Почему? Потому что нам все три цепочки И все Вся вот ваша памятка Которую вы сейчас сделаете Она будет нужна на завтрашнем обучении Поэтому обязательно сделайте Иначе неполноценную информацию Окей? Завтра Те с кем мы идем в поля Уже об этом знают Я буду обращать Особо пристальное внимание Именно на эти вопросы На то как они будут применяться Я сейчас Смотрю на Данила и на Сергея в первую очередь Пожалуйста Ставьте себе цели по развивающему ассортименту Ты сейчас ко всем обращайся Потому что от этого зависит Ваша зарплата А мы хотим А мы со Славой хотим Чтобы вы не только Получали кайф от работы Но и зарабатывали бабло А у меня к вам все на сегодня Давайте поблагодарим И как я обещал Отпускаю вас Немножко пораньше Для того чтобы у вас была возможность Завершить ваши дела До сегодня Пожалуйста Спасибо А мы можем доску вот Вообще не уносить туда А поставить ее где нибудь Можем читать Можем читать Можем читать Можем читать Можем читать